Открытой проблемой является вот что. Вот это неравенство, как я говорил, насколько оно строгое, а если точно сказать, неизвестно, может ли ограничить вот это cp-a-t полиномом cd-a. Любой естественный, допустим, кубический. В терминных логарифмах, значит, является логарифм вот этого, а большим логарифмом вот этого. Вот в чем стоит открытая проблема. А можно доказать, что логарифм cp-a-t можно ограничить квадратный логарифм cd-a. То есть cp-a-t меньше либо равно, чем cd-a-t в степени cd-a-t. А, ну да, точно. Сейчас я то же самое. Нет, не совсем. Нет. Сетями логарифм cd-a-t в степени логарифм cd-a-t в степени логарифм cd-a-t. Да, да, степени логарифм. Значит, да, так вот, возвращаемся к методу трудных множеств. Итак, как я сказал, для того, чтобы оценить детерминированную сложность, достаточно оценить снизу. Достаточно оценить количество одноцветных прямоводий. И вот для этого есть довольно универсальный метод трудных множеств. По-английски называется pooling sets. Обманывающие множества. И что такое обманывающие множества? Это множество входа. Мы, еще раз, мы считаем, что он фиксирует некоторых множеств. Что значит некоторое множество, если трудно для f? Прежде всего, что это за множество? Это подможество x на 1. Таким свойством. Что, во-первых, оно одноцветное. То есть, существует такое z, для которого все пары в s имеют цвет z. А второе свойство, что для любых разных пар, там x1, y1, 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 x2, y2, xs. А выполнено следующее. Что либо x1, y2 имеет другой цвет. Или другая вот эта пара, как она, x2, y1. Вот это, как раз, то, что мы использовали. Вот, у нас есть две пары. В случае функции eq, это были две диагональных пары. Вот, x1, y1, x2, y2. И мы говорим, что эти пары должны, во-первых, быть... Вообще, все пары z имеют где-то один цвет z. И вот для любых разных пар, либо вот эта пара имеет цвет неравный z, либо вот эта. Значит, чем вот эти две z, а вот одна из этих не z? Чем так хорош, чем вот интересна эта трудная множество? Ясно, что каждый односветный прямоугольник может содержать только одну пару из трудного множества. Вот по этому свойству. То есть, если он содержит две пары, то тогда либо это имеет неправильный цвет, либо это, а значит, они не могут принадлежать. Получается, противоречие. Значит, тем самым, количество... Ну, вот, имеет место очевидное лемо, так само. Что, если s, это трудное множество, то количество прямоугольников односветных не меньше его мощности. Ну вот, с помощью этого метода можно оценить... Давайте я здесь посажу. Снизу, точным образом, то есть получить оптимальные и нижние оценки для всех трех функций, о которых я говорил. А как эти функции? Ну, для якута уже сделали... То есть, трудно множество, как раз будет, да? Да, у якута трудно множество, да? Правильно. Правильно. Так. Теперь... Значит, следующая функция будет gt. Больше. Ну, давайте просто нарисуем матрицу. Больше. Какая матрица? То есть, больше... Функция... Больше, понимая, значение единица, если x больше y, да? Значит, вот, если у нас здесь x, а здесь y, это означает, что матрица такая треугольная, единица под диагональю. Там, где x больше... Значит, на диагонали нули у нас... x равно y. А под диагонали вот этого нули, да, это везде x больше. Ну, здесь везде единица, а здесь везде 0. Вот так выглядит матрица для... Если не упорядочить аргументы, если графически надо рисовать, здесь в порядке. Ну и, очевидно, какое можно набрать тут трудное большое множество. Вот опять надо взять диагональные все пары. Значит, если у нас есть какие-то две диагональные пары, то вот видно, что они должны... все диагональные пары у нас нулевки, то есть на них функция нулю, и взять две, то вот это вот будет другой цвет иметь. А вот так все еще может. То есть вот в этом случае у нас одна пара будет иметь правильный цвет, а другая неправильный. Ну, нам достаточно по определению одной, потому что это уже гарантирует трудность множества. То есть, для gt трудное множество, это опять нужно всегда на них пар, и мы получаем такой вот вывод. Значит, cd от gt, ну, тоже не меньше чем 20 дней, а, следовательно, детерминированная сложность не меньше чем 1. Ну, то есть, она, значит, сверху она ограничена на n плюс 1, снизу ее. По самому можно доказать, что она не меньше чем n плюс 1, но это все не важно, а тут точность надо как-нибудь нет. Значит, метод умных множеств и вот для gt дает оптимальные оценки. Значит, следующая у нас функция, такая стандартная, это disjoint. dis. Ну, и напомним, значит, аргументы, мы понимаем x, y, как подмножество первых, множество первых н нутральных чисел, функция равна единице, если они не пересекаются. Ну, вот, догадайтесь, какое здесь именно большое множество. у нас множество x, y, значит, множество каких-то x, y, достаточно большое. Ну, большое, хотелось, например, два степени m, чтобы это было. То есть, нужно найти два степени m пар множеств x, y, которые, как вам больше понравятся, либо во всех парах x, y не пересекаются, или, наоборот, если вам хочется пересекаться. Вот. И так, чтобы вот это условие было выполнено, значит, если есть какая-то пара x, y, ну, скажем, пусть они x и не пересекаются. Если есть пара не пересекающих множеств и другая пара не пересекающих множеств, обе лежат в трудном множестве, то либо вот эти должны пересекаться, x1 или x2, либо x2 и велик один должны пересекаться. Да. Множество его дополнение. Значит, бедисджойнерс, действительно, трудное множество, это будет множество таких пар x и x с чертовик. Дополнение x. И x – произвольное подможество. Ну, во-первых, что мне бы хорошо, цветы в ровно два степня, как закатывали. Потому что всего подможество x в два степня, а x с чертой уже однозначно определяется самим x. Ну, всталик, все они одноцветные пары, то есть по всей этой функции равна единица. Теперь надо же теперь главное проверить свойство. Что будет главное свойство? Если какая-то пара x имеется x с чертой, а также другая, ну, давайте назовем y с чертой, значит, если вот имеются где-то эти пары, и что важно, что x не равны, то вот эти пересекаются или вот эти пересекаются. вот так. Значит, если есть разные множества x, y, то либо x пересекается с y с чертой, либо x с чертой пересекается с y. Ну, можно картинки нарисовать, нарисовать. Вот у нас есть карты разделили весь множество на x с чертой. Ну, карты вот по-другому разделили на x с чертой. Что тут вот на этой картинке будет пресекаться? Ну, здесь все на свете. x с чертой, например, пресекается с x. Ну, как это в общем доказать? Ну, значит, нам известно, что x не равны y. Ну, что это значит? Значит, есть какой-то элемент, который принадлежит x, не принадлежит y. Или наоборот. Ну, пусть вот он принадлежит x, не принадлежит y. То есть, а принадлежит x и а не принадлежит y. Что в этом случае будет пересекаться? x и y с чертой. Ну, здесь прямо это написано, что а принадлежит x не принадлежит y. Значит, а принадлежит y с чертой. Вот. Для этой функции это действительно будет трудное множество и два степени элемента. Возникает новая, значит, теорема о том, что cd от этой функции то есть количество односледовательных объемов в меньшем два степени. вывод детерминированной возможности этой функции не меньше, чем n. Ну, что совпадает с верхней оценкой с точки зрения тиньци. вот три наших функции уже все этим методом для них можно получить оптимальная нижняя оценка. Есть еще четвертая функция, который сейчас самое время с точки зрения тиньци. Это так называемое скалярное произведение именно в проекте. А представляете, оно так. что мы берем скалярное произведение xy по модуле 2. То есть мы суммируем xy умножить на yy по модуле 2. и если ну, а просто где-то и есть значит сумма xy и умножить на yy то есть если оно оказалось xy то оно не будет значит вот такой предмет вот здесь про эту функцию в книге не сказано ни словом про размеры по полможенству. Это заявляет, что не так просто и умножить. А можно делать по максимальной инициативе. Крайней мере ничего не утверждается, что можно получить оценку n на терминговую сложность методом струнного множества. Поэтому мы сейчас рассмотрим его обобщение. И его обобщение уже для n функции даст нам нижнюю оценку которая есть и в этом. Значит обобщение называется потому что обобщение этого метода называется Rectable Size размер на уголь. значит метод размер на уголь. Значит метод размер на уголь. в простейшем варианте мы должны доказать, что любой одноцветный прямоугольник маленький по размеру. Вот допустим мы доказали, что любой одноцветный прямоугольник для IP имеет не более, чем два степеней элементов имеет Что это нам даст? Значит всего в матрице сколько элементов два степеней множество двое. А любой одноцветный прямоугольник содержит не более, чем два степеней. Ну значит их в любом разбиении на одноцветный прямоугольник не менее, чем двадцать метод. Вот в этом состоит метод. Но его можно на самом деле еще обобщить. Почему? Ведь нам не обязательно вот в этом распреждении мы считали, что все элементы равновероятны. Мы рассматриваем на них равномерную вероятность. А можно какие-то из них выдавить. Считать, что какие-то элементы имеют большую вероятность, какие-то меньше. То есть в общем таком в самой полноте сам свой метод выглядит так. Мы на на х умножь на х должны рассмотреть векторы распределения вероятности. Ну, распределение вероятности на х умножь на х. вероятности. И тогда можно утверждать, что минимальное количество прямоугольников покрытия односветных не больше, чем единица на максимальную меру односветного прямоугольника. с это понятно почему. Потому что если суммировать, взять погрыти, меры и суммировать меры всех которые там есть, то должно получиться единица. Теперь максимальный имеет вот столько мера. Ну, значит, чтобы получить единицу, мы должны взять не меньше, чем вот столько прямоугольника. больше больше да больше ясно, что люди слушают больше да вот значит, давайте этим способом докажем для вот этого публика значит нужную нижнюю оценку то есть докажем что cd вот ip не меньше 20 меры вот для ip как я сказал вот эту меру можно взять просто размаливание ну значит сейчас что мы стоим раз посмотрим теорема cd cd имеющая 20 мера это на самом деле некая задача реала прямогольник как я сказал нам доказать что если есть некое прямогольник давайте считать сначала что это прямогольник сверху мемогольник имеет 0 то в нем не может быть больше чем 20 м ну а значит его вероятность это 20 мм цел и мы как раз получим 0 ц то значит если нам надо сказать курьер то если для любого а из а и для любого b а а перпендикулярно b то есть скалярное произведение а b равно 0 значит наш критикат ip на всех парах а b отсюда следует что размер а не превосходит 20 м почему потому что если больше то один из них содержит большее а нет почему ну давайте вообще подумаем вот нам если вот мы хотим как можно больше набрать таких а-шек и б-шек чтобы они все были перпендикулярно другим когда это получается максимально ясно что если есть какие-то две а то можно смело взять их в сумму и так далее то есть максимизировать это когда а будет линейное пространство какого пространства мы рассматриваем значит все наше множество n-битовых векторов как линейное пространство на поле из двух элементов то есть можем считать что а и b это вот его его подножки но ясно если у нас вот такое условие что каждая а как а-шек и регулярно каждого в а самое выгодное это брать какое-то подпространство а и какое-то подпространство в то есть если мы это докажем для подпространства тем более мы докажем и для произвольных множеств потому что взяв произвольное множество можно взять и линейную оболочку а и линейную оболочку b и линейные оболочки все равно будут включая этому свойству если мы докажем для линейных оболочек выполнен от нерази тем более это исходно потому что когда мы переходим к линейной оболочке мы что-то увеличим вот теперь представим себе что нам известно заранее что а и b подпространство и каждая арка это регулярно каждого b спрашивается какие могут быть размерности этих пространств то есть имеется два пространства да каждый а из первого пространства перпендикулярен каждому b из второго пространства но это же все знают значит dim a плюс dim b не может никак быть больше n в принципе мы в логовой не обязательно k-k может быть k и что-нибудь меньше но явно не может быть так что сумма их размерности большая это противоречит известный нам залп а почему нам так важно достаточно этого потому что если мы знаем чем ограничена сверху размерность то мы можем ограничить само поле почему ведь у нас же пространство на поле обычно по-моему если в нем имеется базис из k или нет вот пусть допустим это k то тогда каждая элемент из этого пространства выражается через этот балец линейной комбинации теперь какие коэффициенты у нас бывают 0 и 1 значит если два из k элемента то всего линейной комбинации 20 линейной комбинации это это такой интересный факт про такие вот пространства значит и так значит если здесь k а здесь l размерности а плюсы не превосходит а не превосходит два степени k b не превосходит 2 степени k а значит а на b не превосходит 2 степени k плюсы и вот которая меньше 20 ну что понятно На самом деле нам достаточно этой леммы для двуцветного прямоугольника, потому что мы видим, что размер любого двуцветного прямоугольника не больше, чем 20 метров. А значит, чтобы разбить только двуцветный прямоугольник, нам нужно довольно много. Ну же сколько всего в матрице у нас нулей? То есть сколько всего таких пар x, y, x, x как муникулярный? Половина хотя бы. Ну уж точно хотя бы половина. Значит, вообще если x равно нулю, то просто все y будут перпендикулярны. Если y равно нулю, то все x будут перпендикулярны. А если x не равно нулю, то половина равных y будет перпендикулярных. Поэтому нулей в матрице уж точно больше, чем половина. И из этой леммы уже следует, что cd, cd от 3p, значит не меньше чем 2 в степени n-1, это сколько нулей в матрице, разделить на максимальный размер двуцветного прямоугольника только 2 в степени n. Ну получается, значит, 2 в степени n без единицы. То есть двойь меньше вообще того, что мы обещали. Это недостаточно, на самом деле, ну, более-меньше, ладно. А, все не менее, лемма, на самом деле, верна не только для нульцветного, но и для одноцветного прямоугольника. Только она чуть-чуть, немножко сложная-то оказывается. Значит, то же самое верно и для одноцветного на самом деле. Почему? Смотрите, можно принять выше такой простой трюк. Мы хотим сказать, что то же самое верно и для одноцветного. Сейчас одноцветный, это не имеется ввиду цвета 1, ведь? Это цвет 1. А, имеется ввиду. Ну да, ну а как сказать? У меня двухсветных и один свет. Один свет. Тоже самое верно и для один свет. Почему 2? Трюк очень простой. Значит, возьмем 2, выделим какой-то элемент а нулевого. Да? И вычтем это а нулевое из всех элементов 2. Мощность А при этом не изменится. Сколько там было, столько и останется. Но при этом, для нового А, любой элемент из этого нового А будет перпендикулярен любому элементу из старого В. Еще раз. А штрих делаем равным множество всех А минус А на любое, где А лежит без А. Тогда, если мы будем уношать скалярно любой вектор В на А минус А, то, если А пустой, то вообще заказывать нечего. Поэтому мы считаем, что он не пустой. Выберем любое элемент А нулевое. Просто зафиксируем. И рассмотрим вот такой аж крик. Что бывает, когда мы скалярно умножаем В на А минус А нулевое? Скалярное произведение, оно линейное. Правильно? Получается разность двух столярных произведений. Ва и Ва на ноль. Оба они равны единице по условию. Потому что любой элемент из А перпендикулярен скалярного движения с В это единица. И любое, ну а здесь то же самое. То есть А штрих теперь все перпендикулярно В. Ну и по доказанному А штрих на В имеет не более чем 20 милей единицы. Но поскольку А штрих по мощности спадает с А, потому что мы вычили из всех одно и то же, мощность не могла измениться. Но это можно не понимать, потому что мы боролись за жалкую двоечку, только на самом деле особо не Ну в общем, Лем так или иначе, тя Ему это наверно, и она дает нужную оценку для, для этого самого, для это комбинированная сложности. А, это с индикатором. Таким образом, вот мы видим, что у нас имеется метод трудных множеств, и вот этот метод размера прямого оптика. Я сказал, что он является вообщеемым. Кто может объяснить, почему он является действительно вообщеемым? Т.е. почему, если у нас есть какое-то трудное множество, да, то можно указать специальную нервную, которая, с помощью которой докажется точно та же оценка. Т.е. формально это значит, у любого трудного множества существует такая мера μ, для которой вот оценка с помощью меры μ, вот оно так правильно, единица на max μ от R, т.е. больше либо равна, чем мощность R. Пусть мера действительно сосредоточена на трудную множество. А как оно там сосредоточено? Я не понимаю, что равномерно распределена на трудную множество. Но тогда максимальный прямоугольник, его мера, она равна просто как раз точности единицы на мощность теста. Потому что никакой прямоугольник больше двух элементов струнного множества содержать не может. А значит, мера его как раз максимально и будет равна и будет, ну, меря одного элемента, ну, то есть единственное существование. Возникает, естественно, вопрос, а есть ли еще большие методы в получении дежурных концертов? Есть, оказывается. И это довольно красивый метод в последний, собственно, момент. Это, так называют, это алгебраический метод, это метод рандов-матерс. Рандов-матерс. Чем он хорош? Тем, что некоторые методы не действуют, ну, для некоторых задач он действует. До сих пор мы видели, что мы отлично обошлись по методам размера. Так не всегда бывает. Иногда нужен новый метод. Вот этот новый метод и последний этот метод рандов-матерс. Сейчас скажу, в чем метод. Метод рандов-матерс. Вот, значит, я напомню, что мы вообще с каждой функцией сопоставляем матрицу, да? M, M, M. Значит, у ее столбцы нумеруются Y, и на Алисе на входе, и строки наоборот. Столбцы отходами Bob, а строки отходами Алиса. А в матрице стоит значение функции. Дальше мы хотим рассмотреть рамки этой матрицы. Для того, чтобы осмысленным было бы прорамок матрицы, надо предположить, что Z состоит из действительных числа. Но мы для простаты вообще будем считать, что Z – это 0,1. В смысле, Z – это 0,1. Значит, матрица тогда состоит из 0,1. И ничто нам не мешает рассмотреть ее рамки. При этом мы можем и в любом поле на ее рамки рассмотреть. Мы не будем это самое делать все, что мы очень много и знаем. Это сравним, что мы посмотрим на поле действительных чисел. И все. И теорема, что CD от R всегда не меньше, чем рамка этой матрицы. Я говорю, чтобы не забыли, не буду на поле действительных чисел. Потому что рамка, вообще-то, матрица зависит от поля, которое надо рассмотреть. Вот матрица, где нет, ее можно расстаться вообще от матрицы, элемент, который надо любому вообще в поле. Но мы хотим именно с действительными чистыми, хотя не всегда некая задача полезна в другой поле. А теорема для любого поля? Теорема для любого поля. Значит, почему? Почему это так? Потому что, значит, смотрите, наша матрица разбита, ее можно разбить вот на столько одноцветных прямоугольников. Ну, какие-то там вот нольцветные, нольцветные сейчас нас не интересуют, на самом деле. Можно даже доказать вот здесь количество одноцветных прямоугольников, которые разбивают только единицы. Теперь, вот давайте мы мысленно из этой матрицы удалим все единицы, кроме единиц, которые лежат во одном одноцветном прямоугольник. Ну, скажем в этом. Представляете, получится вот такая матрица. Здесь единица, единица, а остальное всего нет. Спрашивайте, с какой ранг этой матрицы? Единица. 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 Потому что у нее все строки получаются из первой. Они просто равны. У нее все строки равны. Значит, если матрица не все строки равна, у нее все они были выстроки равны. Ну, а про нулевые строки, что-то говорит, они на ранг. Вот. Значит, ранг любой матрицы, которая имеет такой фиксированный прямоугольник, и в прямоугольнике стоят единицы, а отсюда не нули. Значит, ранг любой такой матрицы есть единица. Теперь, наша матрица может быть представлена как сумма таких матриц. А именно. Берем первый прямоугольник, обнуляем все объединение его. Берем второй прямоугольник, обнуляем все объединение его. И так далее. Значит, в результате у нас получится вот столько слагаемых, сколько изначально прямоугольников. Он на самом деле меньше. Видимо. Меньше, да. Столько, сколько у нас было один светлый прямоугольник. Значит, меньше даже. Вот. И ранг каждого слога вооружение единицы. Конечно, вспоминаю замечательную театру. Что ранг суммы матриц не превосходит суммы ранга суммируемых матриц. В данном случае суммируется матрица ранга один. Откуда следует, что ранг этой матрицы не превосходит количество слога? Что здесь и написано. И видно, что поле здесь не два. Все. Теорема, она справедлива и любит. Смотрите, а разве не можно сделать просто, переставляя, ну, переставляя через элементы лица и лица сделать просто блочный диагональный вопрос? Да. Блочный диагональный вопрос? Нет. А вот как тут с тобой сделаться блочный диагональный? Нет. А вот как тут с тобой сделаться блочный диагональный? Вот тут как зарисовано уже не получится. Ну а даже если это не можно, почему не получается. Так, ну вот. Ну ладно. Дай как-нибудь перерывить, да? Друг от друга не могут сильно отличаться. Ранг самой матрицы, ранг вот этой инвертируемой матрицы если эти инвертируемые нули, они отличаются не больше на единицу. Почему? Ну, сумма этих матриц. Чему равна сумма этих матриц? Ну, единичная. Эти матрицы за них единичные. А ранг эти матрицы равен жениться, в которой они единицы. У нее все стройки одинаковые. Поэтому эта матрица, скажем, получается из этой, ну как, единичная минус это. Да? Значит, mf получается, как единичная матрица, минус m. Для отрицания m. Ну, а вот, отрицание аферам было менять, когда мы его ставим при цельной реме. А этот рамг единица. Вот поэтому рамг mf не может быть больше, чем на единицу рамга отрицания. Рамг матрицы не превосходит, рамг суммы не превосходит сумму рамгов. Ну и в обратную сторону так заказывается, что рамг отрицания не может быть больше рамг b, больше, чем на единицу. Потому что они отличаются от единиц, поэтому можно здесь в этой теории поставить любой из двух рамгов и двоить их минус один. в том числе. Ну, теперь давайте полезное упражнение сделаем. Ну, вот, например, вычислим рамг, ну, это совсем простая правда, матрица, которая соответствует еду. Какая матрица, то есть еду? Миничная. Каков рамг? Миничный. 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 Теперь. Рамг матрицы, которая соответствует gt, второму степку, может быть, в декабре. Но она тоже, но она, правда, там одна нулевая строка есть. И в клубе, да, вот так уже была. На диагонали нули, а по диагонали единица на диагонали нули. Ну, у нее рамг почти максимальный. Значит, у нее, вот, если вычислить, то есть второе, что столбец, получится не выражать матрица. Значит, 2,0,1. Ну, а если взять отрицание gt, то рамг будет долг. Ну, вот, а для третьей нашей функции уже нас поджидает сюрприз. Третья – это планирование. Давайте это в качестве нашего задания поставим в случае упражнения. «Вы найти ранг от m для безжойта». И в качестве подсказки я сделаю… я вам расскажу, как решается другая задача. А именно, как находится ранг в матрице, соответствующей скалярного производителя. Значит, он будет почти максимальный. По-моему, даже максимальный, но доказательный, он почти максимальный. Это не очевидно вообще. Значит, вы не так просто проанализировали, как матрица – это довольно сложно. Значит, что про него можно вообще сказать? Ну, понятно, у неё в точности два элемента. Сейчас объясню, почему. Вот у этой матрицы, у неё здесь один нулень получается, и здесь один нулень. Правильно? Потому что, если х равно нулю, то он перпендикулярен всему на свете. Ой! Что-то еще разговаривает. А раз он перпендикулярен всему на свете, он может стать единицей. Нет, ну и всё правильно. Значит, я просто забыл уже немножко. Прификат определяется так. Это сумма хитая, уитая равно нулю два. Значит, если х равно нулю, то с любым у оно ортогонально, и поэтому первой строчке не нулю. То есть, если х равно нулю, то оно всему на свете ортогонально, и первой строчке не нулю. Ну, значит, она не может иметь полный рамп, у неё нулевая страха. Вот. Правильно, это оценка точная. Ещё можно заметить следующее, что на отходе точных, по-моему, нулю два, эта матрица имеет рамп к всего один. Потому что у неё получается, что… Значит… Сейчас… Сейчас… Так… То есть это, по-моему, правда, но это не важно. Значит, как найти рамп к этой матрице? Ну, а как может быть один рамп к? Ну, то есть… Ну, так… А почему не может быть так? На поле вычислить, по-моему, плюс два. Каждая строка может получаться… Из первой строки. Ну, если… Ну, если… Ну, если… Из первой строки. Из первой строки… Ну, как-то это странно, да. Нет, почему är нулевой? Из… Из нулевой… Да. Ну, вот сейчас… Если там есть личка… ző… Нет, я… Я думал бы done… …что у нас… Эээ… …ээээ элемент строки X-, и в столбце – Y-, имеет вид скалярный technologies vardır • IRA Но нет, и тогда неправда, конечно, это отсутствие не следует. Как найти рамку этой матрицы? Есть такой тюрьм. Давайте возьмем ее и возведем эту матрицу в квадраты. И докажем, что у получившейся матрицы большой рамка. Заметим, что если у получившейся матрицы большой рамка, то исходный был большой. Потому что рамка произведения не превосходит максимума из рамок двух умножаемых матриц. А мы докажем, что у произведения этих двух матриц, ну то есть квадрата нашей матрицы, рамок максимальный. То есть, значит, посмотрим матрица m в квадрате. И мы утверждаем, что ее рамка равен 20 мм без объединения. Значит, как она выглядит матрица? Значит, что у нее стоит в месте x и y? Значит, ну, по правилам у нас эта сумма по всем z, скалярное произведение x на z умножить на скалярное произведение x на z. И мы начинаем произведение x на z. Вот, теперь... Нам надо... Ну, в этом произведении у нас перспективная сумма и единица. У нас здесь стоит на единице, если x не ортогонально, z и 0, если ортогонально. Значит, для данных x и y надо просто посчитать, сколько имеется z, которые не ортогональны x и y. И это зависит от того, что их одинаково или нет. Значит... Ну, еще зависит, конечно, от того равнянного нулю. Значит, если x равно 0, то это просто равно 0, независимо от y. Поэтому давайте считать, что x и y не 0, и пусть они сначала равны. x сравнилили к нему. Сколько тогда существует z, которые не ортогональны... Ну, тогда здесь просто стоит x равны, и надо посчитать, сколько z не ортогональны x. Если x не равен нулю. Сколько? Половина. Ну, их ровно половина. Потому что каждому ортогональному соответствует один не ортогональны. И x можно разбить на пары. Как это разбить на пары? Ну, надо взять любое место, где в x единичка, и вот изменение этого бита у y переводит ортогональными в не ортогональными. Вот они в зависимости от этого бита разбиваются на пары. То есть те остальные, кроме этого бита, одинаковые, а в этом разница. Вот любые такие две пары, они дают разное скалярное противление. Значит, там ровно половина. Вывод. Значит, a от xy равно... Ну, половина, значит, ваш цвет н без единицы. Вот так. Если x равно y. Теперь. Если x не равен. Посмотрим, что происходит. Если x не равен y, то это два различных вектора. И сколько существует z, которые не ортогональны уже двух различных. То есть у нас такая система из двух уравнений на z. То x с z есть единица и y с z есть единица. Система из двух разных уравнений, то есть в линейне независимых. Ну почему? Потому что если вспомнить шуткое скалярное произведение, это означает, что сумма x и z и равна единице. В поле вычета, по-моему, b2. А здесь написано, что сумма y и t z и t равна единице. Вот такая система из двух уравнений. У которой n неизвестно. Неизвестный здесь z. Сколько урешений у системы двух уравнений? 2,0-2. 2,0-2. Потому что эти уравнения они независимы. Стало стоить цель на различных. Ответ. Здесь стоит 2,0-2. Получается очень симпатичная матрица. У него на регионале стоит 2,0-1. Вот от такой. Это показатель. А везде вне регионале 2,0-2. Ну давайте нули уже выбросим. У него там нулевая строка имеется и нулевой столбец в начале. И про них забудут. А в результате получится матрица полного рада. Ну тут, конечно, надо-то доказать, чтобы уже нет полного равна. У него не охота, честно говоря. Можно на самом деле тут сократить все на 2 сме на минус 2. И оставить тройки и двеEM. Это проще. Кто может? Наверное, кто-нибудь из вас. А, наверное, тоже через сложение можно представить, как сумму матрицы очень простой и сейчас уже полную рампу? Ну да, ну да, как же почти полную рампу. Можно представить как единичную матрицу, плюс матрицу, в которой везде идут. Да, и так мы докажем, что рамп почти полную. Ну то есть, что она в два степени n, ну да единичку меньше, чем. Но на самом деле у нее она не выросла просто, у нее определитель неравен. Кто-нибудь видит? Ну у нас вопрос матрицы, сейчас матрица с доферными венами, да? Да. Матрица с единицами? Да. Обычным каусом в прохоне? Ну, это очевидно, что из обычных галтеров там. Давайте, 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 я трех допустим. Ну да, ну то будет минус один тогда, здесь будет один, ноль, один ноль, так? Вот это вот теперь можно сделать какое-то предложение хорошее. Ну так видите, не вполне это очевидно. Но поскольку для нас не принципиально плюс-минус единицы, ну давайте успокоимся на том, что мы доказали, что рамп получается 2 в третьей н, минус 2. Вот, хотя на самом деле можно лучше доказать, например говоря. Потому что для нашего, того самого, для наших из них оценок, ну, у нас главный член 2 в третьей н, и с помощью рамка мы таким образом сможем доказать ту же самую оценку в случае, что раньше. Чтобы примерная сложность мы так не уменьшилась. Вот, а вот для домашнего задания найдите рамп вот этой же ноль, которую я говорил, и он может надеть по долгому члену. Ведь здесь Джоннис тоже доказать оптимальную оценку, то есть, что рамп не уменьшает. Возникает еще вот такой вопрос. Насколько метод рамп в силе хороший? То есть, можно ли получать нормальную оценку? Это неизвестно. То есть, вот такой открытый вопрос. Верно ли что-то терминированная сложность всегда ограничена некоторым полиномом от равном адресе? То есть, всегда ли с помощью ранга можно доказывать оценки, ну, хотя бы полином раз? То есть, мы что доказали? Мы доказали, что наоборот, рамп матрицы меньше и в равен детерминированности. Ну, потому что логарифм рампа не превосходит логарифм размера разберения, которая, соответственно, превосходит трудную сложность. А вопрос, верно ли обратно вероятность? Ну, хотя бы по слабой любви. То есть, терминированная сложность меньше полинома. Рамка над разными полями может получиться разными. Мы берем максимальные здесь? Это для действительных чисел. Вот что там для других полей? Я не знаю, честно говоря. Мы сами не училиться, речь идет именно об этом. В принципе, конечно, хотелось бы... Я думаю, что это, конечно, открыто, даже если взять максимум по всем полям. Вы видите, такое ощущение, нигде не пользовались вообще тем, какое поле? Нет, мы не пользовались. Вот когда мы вычисляли рамки, мы всегда вычисляли их на поле действительных чисел. Мы проводили операцию, значит, действительно получили. Но в общих теориях мы не пользовались. Вот что, тем не менее, можно доказать? Можно доказать лишь здесь очень сильно ослабленное утверждение, а именно. Можно доказать такую теорию. Такую оценку будет. Что терминированная сложность не превосходит. Рамка самой матрицы без логарифмов из-за крови. Ну, плюс небольшое, как измениться. Ну, конечно, это не то, что нам нужно. Мы хотим с логарифмом, да, то есть показать. Удаётся только у вас самим. Вот матрица имеет такие особые, ну, вот столько, то есть это К, К или это независимых строчек. Те остальные строчки выражаются через них. Ну, пусть, допустим, это первые. Вот там первые коллекса обладают этим свойством, что вот соответствующие строчки в матрице и линейные комбинации дают все остальные строчки. Что тут хорошего, в смысле, в той сложности? Как это может нам помочь? Ну, Алиса должна передать коэффициент этих строчек, наверное, просто. или кто-то. Ну, в смысле, любой там вход Алисы разлагается через эти строчки, да. 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 Это, конечно, хорошая идея. Только эти коэффициенты могут быть действительно не чистыми. Да. 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 И более того. Понятно. Или это правильно вы говорите? Так можно рассуждать? Да, да, да. Значит, если у нас ранг на поле вычисленного 0,2, действительно, Алиса может передать k коэффициентов, это 0 и 1, с помощью которых ее строчка получается как линейная комбинация вот этих, да? А Гогу больше ничего не нужно. Он знает эту или иную комбинацию, да? Вернет 1. А? Вернется, вот плюс 1, это то, что он вернется ответом. Да, плюс 1, он вернет, и Молокон узнает ответ. Он возьмет свой гибрид, посмотрит на соответствующие вот эти числа, да? И возьмет линейную комбинацию этих чисел, которые он знает. Это и будет то, что стоит в строчке, соответствующая Алиса. Действительно, я даже не буду. Это доказывает неравенство для поля вычисленного житва. Нашего обратного производства. Ну, или действительно, честное. Вообще, это доказывает неравенство. Кстати, идея очень похожа. Давайте мы подумаем, что полезного Бога нам нужна в царе Алисе. Сейчас мы рассуждали, что Алиса свою линейную комбинацию целует. А как Бог на другой стороне может помочь Алисе? Значит, когда Алиса посылает свою линейную комбинацию, Бог складывает линейные элементы матрицы, да? Значит, нужно знать, вообще говоря, две вещи. Линейную комбинацию, которую знает Алиса, и соответствующие элементы матрицы. То есть, Вы предложили меры. Когда Алиса посылает линейную комбинацию, а Бог складывает соответствующие элементы с нужными коэффициентами, да? А как можно по-другому? Ну, у Вас сейчас и Вы уже сказали, надо, чтобы Бог послал свои значения в соответствующих строках матрицы. Да. И уже Алиса у себя вычисла эту линейную комбинацию. Конечно, да-да, вот именно. Значит, Бог смотрит на свой стаблет и смотрит только элементы матрицы, которые в тех к-строчках, которые на ней не зависят. и посылает их... Ну, это нули-единицы будут. То есть, у нас нет такой проблемы, чтобы действительно исчислить. То есть, матрица только нули-единиц. Он посылает эти нули-единицы в количестве к-штук, то есть к-дингов. Алиса. А Алиса знает в ней комбинацию, ну, в каких бы поле она ни было, она знает, как ее строка выражается через Эли. В частности, то же самое можно сделать для этого элемента. Он выражается через эти элементы с помощью тех самых, коэффициентов, с помощью которых вообще вся строка выражается через эти строки. Вот она складывает числа Бога на единицы, в основном коэффициенте. Коэффициент, ну, там, как я не знаю, действительно нечисленный. Но магически в результате получится 0 и 2. если сфинировать те нули-единицы, которые выслабили, то есть с этими коэффициентами. еще одно упражнение. Сделать с помощью ранга на любом поле, которое вам понравится, вот следующую задачу. представим себе, что вот все функции, которые получаются зафиксировать x, а y оставить свободным, для произвольных до разных иксов, попарно-различно. То есть если фиксировать алисин вход, а вот поставить свободным, то возникают какие-то функции от y. Вот все они попарно-различны. Ну, интуитивно в этом случае проблема есть у нас. Потому что очень много разных функций. И оказывается, в этом случае можно доказать, что количество прямоугольников не превосходят алгоритмом мощности икс. Тогда СД АТ не меньше алгоритма мощности икс. Вот это можно сделать с помощью ранга. СД Замечательно. Теперь можно двигаться дальше. Вот мы с вами посмотрели два метода получения нижних процентов на терминерную сборку. Метод ранга и метод размеров прямоугольника. Ну, его частный случай для обманных норм. И теперь мы рассмотрим немножко, посмотрим, в общем-то, покрытие немножко с более такой, обобщим вообще понятие разбиения. Мы сейчас будем рассматривать произвольные покрытия и с помощью рассмотрения уже производных покрытия мы докажем, что на самом деле метод этих самых размеров множеств он почти что оптимален. с другими нижней оценками можно получить его применяют метод с точностью до взведения квадрата. То есть, если это терминерная сборка не меньше m конфункция то методом трубных множеств по уровню это там размер прямоугольник можно доказать у меня оценку корень. Так. Знаете, что у нас до этого было? Вот у нас до этого было во-первых, понятие детерминированной сложности во-вторых количество прямоугольников одноцветных прямоугольников объединения и количество низких протоколов минимальных минимальных очевидцев протоколов вот такие величины они вот так с относились здесь то есть не столько порядка здесь 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 это больше вам этого а это больше вам два давайте теперь будем еще рассматривать также вообще произвольное покрытие не разбиение а просто покрытие одноцветной угодно и полученное величину а? и он же вроде ассанкис не хочет да все правильно то есть неправильно так так теперь еще уменьшим это и определим величину которая ц это минимальное количество одноцветных угодно которое можно покрыть матрицу то есть так чтобы они они могут пересекаться вот перейдем пример когда это важно что они будут пересекаться вот скажем у нас такая матрица здесь вот это один 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 вот смотрите здесь можно единички покрыть вот так очень аккуратненько с двумя прямоугольниками пересекающимися а мурики вот такие и тому получилось четыре а смотрите если мы покрываем разбиваем одноцветные то уж четыре никак не получится потому что единички мы никак не покроем двумя пересекающимися их можно двумя подкрыть самая маленькая так так то есть вот этот пример показывает что САТ бывает иногда строго меньше чем САТ ну на полу только одного цвета любой сединичный ну как тогда один из них не одноцветные или даже оба не одноцветные вот еще на самом деле есть имеет смысл рассматривать даже вот такие С0 АТ отдельные С1 АТ я думаю что такое значит для функций с двумя значениями 0 и 1 можно рассмотреть отдельно минимальное количество прямоугольников покрывающих нули это С0 АТ вот для этой матрицы у нас С0 это АТ это 2 а С1 тоже 2 и тогда вот это будет просто равно сумме этих то есть САТ это сумма С0 и С1 ясно что отдельно мы должны минимизировать количество прямоугольников которые покрывают мы и отдельно которые единицы потому что они друг другу они покрывают отдельные множество у нас у нас нет никакой трейдовки там минимизируется 0 и мы вынуждены максимизировать С1 ничего подобного и то и другое можно независимо максимизировать и получается С1 в котором покрывается матрица если все они односветные больше у нас с покрытой понятий не будет связано это мы на самом деле чуть позже докажем что детерминированная сложность ограничена квадратом Могарифмом Т то есть на самом деле здесь все оно так ну если взять у всех величин то они отличаются не более чем полинологом с квадратом ограничено сверху так в смысле слева можно приписать или как ну лучше так сказать 2 степени диотека а корень из диотека с квадратом то есть многое отличаются не более чем квадратом но это так не сразу закажем сейчас полезно чтобы привыкнуть к этим понятиям потренироваться рассмотреть наши любимые функции и вычислить сколько там можно сколько нужно прямоугольников для покрытия значит что у нас самое простое значит E-ку давайте посмотрим E-ку C-1 например единичке сколько прямоугольников можно покрытия это мы уже знаем 2 степени 2 степени 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Надо сначала угловые такие половинные покрыть, да, потом для того потратиться два. Ну, хорошо, ладно, принимается, значит, два сантиметра плюс один, то лучше. Не-не, давайте покроем сначала такую вот, возьмем ее на четыре части матрицы, порежем. Ну, в смысле... Ну, два оказались прямоугольник одноцветный, уже, ну, в смысле, нули и покрылись. Вот два, это где 0 и 1, да? Да. Если у x и y отличаются от первой бинты, да, то у x они различны. То есть мы можем часть нулей покрыть вот такими двумя прямоугольниками. Оставшиеся две матрицы, они такие же, только в... Оставшиеся, это, значит, оставшиеся нулеты, где x1 и y1 одинаковые. Нет, на кредитах можно нарисовать очень хорошо. Ну да, это лучше. Но если так все хорошо, то скажите, какая целая проблема. Да нет, наверное, под диагональнее элементность равна. Я не могу так без... 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 не написал. А что вам есть? Вот мы уже двумя, двумя прямоугольниками покрыли довольно много. Остав, осталось покрыть остатки. Она получает геометические образецы все равно. Не понял, откуда геометические образецы? Значит, теперь надо покрыть те x и y, в которых первые биты на одинаковые. Не знаю, 2n вроде получается. 2n. Ну, тоже 2n. 2, потом еще 2 по второму биту. Потом еще 2 по третьему биту. И так далее. Получается 2n. Ну, можно это и по-другому сказать. Совсем не обязательно было действие перепустили. То есть, и. Можно рассмотреть, было вот... Пусть у нас фиксирован вид i от 1 до r. 0 арбитра. И пусть фиксировано само значение. Это вид b. Что нам мешает рассмотреть такой прямоугольник, который можно назвать r и b. Который состоит из тех x y, у которых i от 1 до x равен b, а i от 1 до y равен, ну, противоположным, б с чертой. Ясно, что это прямоугольник цвета ноготь. Все такие x и y, они различны. Которые натуру, или наугольники. Различны они, только у них равное значение 3 битра. Да? И они в объединении. Ясно, что покрывают все нули. Потому что если 2 x и y различают, у них есть же какой-то бит, который отличается. Вот возьмем этот номер рита и положим b, тот, который бит, скажем, x. То есть не с кармой, но так и надо. И их видно, что 2 n штук. Потому что и n значения, и b два значения. Ну и они действительно покрывают, как мы видим, все нули. И они пересекаются, кстати. Но, в замечательном образом, теперь мы не требуем, чтобы нас разбили. Поэтому, получается, это очень хорошо. 2 n. Кстати, я не знаю, может ли меньше. Что вы скажете? Можно ли вы лучше 2 n? Нет, ну вряд ли. Если можно было бы тут для какого-то... Хочешь сказать, что тогда был бы бит, который бы... Надо вот такой неравенствовать, что можно доказать, что необходим n. Но почему? Написано. Вот я уже некоторым с этим удивлением почему. Почему я написал. Ну, наверное, это правда. Не, ну хочется как-то сказать, что если бы было меньше, чем n, то мы бы нашли два бита, которые как-то вот взяли, так и покрылись. Я думаю, что... Я сейчас, кажется, вспомню, что ты написал. Значит, дело в том, что на самом деле можно ограничить детерминированную сложность, которую мы знаем, не превосходит f, через покрытие ноликами. Я думаю, что что-то такого отсорта верно, что детерминированная сложность не превосходит количеству прямоугольников, которые покрывают ноликами, ну и ноликами тоже, может быть и усадниками. Вот так. Почему так? Что нам даст, ну, почти нужную оценку, а, нет, в точности даст n здесь, потому что мы знаем, что детерминированная сложность нашей функции, герпу, она не меньше n плюс 1. Почему, если нолики можно покрыть вот таким количеством прямоугольников, то детерминированная сложность не превосходит этого количества плюс 1? А, ну, видно, что народ сегодня привыкнет. Сейчас я объясню, почему. Смотрите, давайте мы посмотрим на все вот эти прямоугольники, которые покрывают ноликами. Вот один, вот второй, вот третий, вот четвертый и так далее. Эти прямоугольники все, они всем известны, на лицу или богу. О, я вроде... Она может для каждого прямоугольника послать, в смысле, вот, да. Что поставить? Ну, в смысле, а, что послать? Хочется, чтобы бит, конечно. Алиса, скажем, может какой-то очень важный бит послать для каждого прямоугольника? Что же это за бит? А, ну, бит, в смысле, в этом прямоугольнике все биты там икса, они одинаковые должны быть. О, лежит ее икс где? Ну, это она не может знать, потому что прямоугольники лежат пары. Но она может заметить те прямоугольники, проекции которого, например, лежит эти. То есть, что ее икс имеет шанс принадлежать этому прямоугольнику. То есть, она смотрит на свой икс и видит, что ее икс мог бы лежать вот в этом и в этом прямоугольниках. А в этих и в этом и в этом не может. И она для каждого прямоугольника посылает бобу один икс. Который говорит, в каких прямоугольниках мог бы лежать ее икс. Ну, не ее икс, а пары совместные. Но точно она посылает, на самом деле, вот проходит такой вертикал и посылает номера всех прямоугольников, которые пересекают все эти вертикалы. То есть, берет к другому проекции и смотрит и посылает сообщение, каким проекциям принадлежит икс. Всего n битов, потому что на каждый прямоугольник надо один бит послать, да? После чего, что Бог делает? Он берет те прямоугольники, для которых есть шанс, что пара икс икс принадлежит. И уже с помощью своего икс он принадлежит, проверяет, принадлежит или нет. Выяснилось, что его икс не пересекает ни один из них. Ну, его горизонтально. Ну, значит, не принадлежит. А если бы он увидел, что принадлежит, то он бы знал, что вот очень хорошо как раз. Их пара принадлежит в каком-то ноль прямоугольнике. Таким образом, Бог после этого знает значение функции. Он знает, пара икс икс лежит или хотя бы в одном ноль прямоугольнике. То есть, если хотя бы в одном ноль лежит, то значение функции равное. А иначе иди нет. Этот самый бит он посылает назад, откуда он представил. Вот, но это дает нужную оценку n, потому что мы знаем же нетерминированную сложность. Вот, что тут еще можно сделать интересное. Можно вычислить вот эти размеры покрытий для ГТ. Ну, что мы получим? Днишки ГТ. Как можно подобрать? ГТ это больше, есть большие? Грейп и Н. Ну, также Н, наверное. Проверяем. 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 Так, для единицы то же самое, или нет? То же самое, что в вашем случае глинули. Ну, посмотрите, ну единицы тоже образуют такую диагональ, но только она меньше размера, чем для единицы. Единицы тоже здесь вот идут по диагонали, правильно? И каждые такие две единичные пары на диагонали тоже не могут покрываться одним прямоугольным. Вот, по второму тоже самое, причине. Какая разница между главными глинаnunами и вот следующим? Очень хорошо. Только такая разница. Поэтому для геопаря мы получим нижнюю оценку! 2 степени N-1 на единиц? Нет, только 2 степени N. А для нолика 2 степени N-1, правильно? Ну да, на порог, естественно, здесь нужно садить, а здесь просто. Да. Теперь точно ли это отцепка? Можно ли покрыть два степени? Интересный вопрос. Ну, конечно, можно. Говорят, что он может. Ну, вот, хотя бы даже не пересекающийся. Алло? Просто постройки. В прошлый раз мы уже рисовали, как это покрывается. Я думаю, да, что-то настолько неравидно было. d от f равно n плюс 1, да? Для нашей функции. Ну, как вообще для всех декабров. И это говорит, что вообще покрыть всё на свете можно два степени n плюс 1. Так это вот тут предлагают по строчкам и по столбцам покрывать действительно. И пользоваться. И лучше чуть лучше два степени, да? Ну да. Можно, например, значит, как по строчкам. Вот эту строчку покрыть потом вот эту, ну и так далее. Итого два степени нолих покроют. С однички по столбцам. И будет два степени n плюс 1. То есть это равенство точек. В следующий раз мы добавим вот то, что я обещал. О том, что всё это, всё это до квадрата до 12. Ну да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.